Друзья, впереди нас еще ждет интервью и видео из рубрики No Mercy Top с группой Top Display. А начать я решил с обсуждения любимых эмо-групп Макса Каменщикова и Паши Воробьева. Приятного просмотра, свои любимые эмо-группы тоже пишите в комментарии. Окей, короче, поскольку мы оказались так или иначе на эмофесте, здесь бас черный с розовым ремнем, черно-розовый микрофон у нас, у вас бэкграунд, давайте три топ-три лучших эмо-группы российских. Как минимум еще две остаются в России. Короче, сегодня как раз с женой вспоминали, 30 дней февраля. Я считаю, что это вот банда. Короче, для меня всегда, когда в себе была эмо-волна, я всегда очень четко разделял, как бы есть питерское эмо было для меня, ну и московское эмо. Московское эмо, оно всегда очень сильно отличалось, для меня лично, оно всегда отличалось максимально вот тут, наверное, какой-то истерии и нотками депрессии, которые там, ну, минора, да, грусти, там, надрыва, которые вкладывают, потому что москвичи всегда казались чуть более, они играли больше, ближе к поп-панку. Такое более позитивно всегда было, более динамично, да, там, в Питере всегда играли более, мне казалось, более депрессивную такую историю. И вот 30 дней февраля для меня была команда, которая на тот момент просто... Разрывалась, да, из-за этого московского правила? Она меня разрывала, потому что офигенный был вокал Стаса, и он, наверное, за счет этой всей комбинации, там, звуков и его истерии, которую он устраивал на сцене, она меня просто... Я просто... фу. Помню, что нам очень сильно нравилась еще... «Океан моей надежды». Прямо мы ходили на концерты, я под их концерты, там, я сломил в зале, короче, прямо, и... Вот, это если из такой старой школы... Слезы. Митерская была. Да, ну мне слезы не очень нравились. И я пытаюсь вспомнить, кто еще... Ну, оригами? Оригами, ладно, подожди, сейчас ты пока... Вот и 30 дней февраля, я подержу Макса, как бы до сих пор, на самом деле, у меня в плейлисте, я их слушаю, и вообще, блин, очень жаль, что... Любим трек. Да все, ну там, ну, на самом деле, я сейчас не могу прямо называть, ну, конкретно любимый трек, это неэтично. Блин, я пытаюсь вспомнить, кто еще был прямо из таких прям... Ну, там были, Сачи Бют и Флд, я помню. Сачи Бют и Флд, я помню, я вспомнил. Не-не-не-не, я просто потому что Тенкор, там, да, всякие были команды, но вот прямо из таких цеплял и к себя относил прямо к Эмма, и я вот что-то даже, что-то даже плохо помню, что еще было. Вот две команды, которые мне точно запали, по воспоминаниям... Блин, ну Дэдкеды мне нравились, на самом деле. Я не знаю, они были, наверное, не сказать, что прямо Эмма, они играли такой... Вполне, мне кажется. Слушай, ну они играли там смесь Глазжо и много всего другого, ну, наверное, вот Дэдкеды еще были крутые. Там для меня, знаешь, психия была в какой-то момент тоже. Я думаю, она объективна в какой-то момент была. Я был там фанатом их, там, начиная еще с лохматых 2003 года, там, до какого-то там шестого-седьмого. Ну, то есть, команд было много, но по большей части, вот, какие-то, которые я назвал, они, наверное, больше всего запали в душу. Окей, с российскими разобрались, с отечественными. Давай перейдем к западам. Ты уже упомянул Глазжоу. Вортер Кросс тоже у Эммы были. Не-не-не. Вортер Кросс круто было, да. Ну, не знаю, насколько у Эммы. Было классно. Иностранный? Да. Ну, у меня вообще топ такой довольно простой. У меня моя первая Эмма-команда, это была, наверное, The Used. Это прямо то, с чего начиналось, в принципе, мое Эмма. Потом с них я перешел на Глазжо. Как раз Тема из Дедкедов мне дал, по-моему, кассету тогда еще, или диск, я не помню, где как раз был The Used и были несколько песен Глазжо. Это был Глазжо. И третье. Саусин. Мне не нравилось никогда. Мне казалось... Это Саусин и вообще моя любимая банда. Доказал, что вот настолько он высоко поет, что, блин, мне... Есть люди, кто и выше пел потом. Блин, ну, мне вот как бы Саусин не очень нравится. И... и Финч. Просто я помню, что, когда мы писали с Оригосами в 2006 году альбом, вот Ангелы ошибаются, мы просто там, я, Леша, мы фанатели вообще, Финчами, а я Underoad. Underoad, если можно отнести к этой всей истории? Я думаю, да. Да, Underoad были тоже просто боженькие. Причем для меня было очень обидно, когда Underoad приезжали в Питере, у меня жена ходила на них в Питере, а в этот день мы играли в Москве. И мы... я не попал на Underoad. Кто-то разогревал в Питере? Кто-то с ними играл, наверное. В Москве, потому что я с ними два раза линии играл. Да. У Линия, Линия Крутаны. Прямо Линия, очень крутые чуваки. И еще, наверное, если к российским вернуться, Скотч. Тоже из Нижнего Новгорода, пацаны? Да. Вот, тоже, они были чумовые. Линия крутые были, чуваки. Как раз вот крайний выпуск, если ты смотришь на основные выпуски, там рубрика есть с отгадыванием старого-доброго, там как раз в последнем выпуске Скотч. Вот прямо помню, что Линии пару треков всегда заходили. И Скотч мне тоже очень нравились. Они были всегда прям... Ну, они делали прям красиво. Они делали такой прям хороший классический рок с элементами. Рямо, блин, все было круто. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо.